В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Станислав Катаров помог жителям Зеленых Алей решить проблему некачественной работы перевозчика на маршруте 33К. Мы бы тогда спокойно расторгли, выставили бы его на торги, на аукцион, отыграли и привлекли нормального перевозчика. В сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мы ленинградцы очень такие упертые, сильный духом. Сотрудники госавтоинспекции напомнили воспитанникам детского сада «Радуга» о правильном поведении на дороге. В этом году у нас основные мероприятия будут направлены на безопасность детей-пешеходов. Жители Зеленых Алей столкнулись с проблемой некачественной работы перевозчика на маршруте 33К, курсирующего по микрорайону до станции Расторгуева и улицы Завидной. С просьбой разобраться с этим вопросом они обратились к временно исполняющему полномочия главы Ленинского городского округа Станиславу Катарову. В конце декабря 2022 года в жилом комплексе Зеленой Аллеи был запущен новый автобусный маршрут 33К, позволяющий пассажирам напрямую добраться до станции Расторгуева. Оттуда в микрорайон Завидная и обратно. Но практически сразу после запуска общественного транспорта у жителей возникло много замечаний к перевозчику. В договоре указаны были автобусы среднего класса, по факту ездили малого класса, не в полном объеме, с нарушением расписания. К середине года добились выпуска на маршрут автобусов среднего класса. Люди начали чаще ездить, но проблематика все так же оставалась, потому что водители привыкли брать деньги наличкой. Водители также часто нарушали график, игнорировали остановки и не соблюдали интервал движения. На маршрут выходило только три или четыре автобуса вместо заявленных пяти. С проблемой жители обратились в администрацию муниципалитета. Помог разобраться в данном вопросе временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катеров. Если мы не можем отказаться от использования налички, не можем соблюдать расписание, нехватку машин, обеспечить нормальное количество машин, ну и так далее, да, ездание по маршруту, ну а смысл нам такой маршрут оставлять у себя? Мы бы тогда спокойно расторгли, выставили бы его на торги, на аукцион, отыграли и привлекли нормального перевозчика, который бы соблюдал все эти требования. После обсуждения проблемной транспортной темы было принято решение рассмотреть вопрос о смене перевозчика на данном маршруте. Возможность смены перевозчика сейчас рассматриваться администрацией для улучшения транспортной работы на данном маршруте, это будет осуществлено в ближайшее время. Я бы сказал, что в первом квартале 2024 года мы это планируем сделать для того, чтобы улучшить транспортную работу, я думаю, что с новым перевозчиком. Может быть, старый перевозчик исправится и начнет нормально работать, но мы предполагаем, что будет замена перевозчика. Стоит отметить, что на время проведения конкурса по выбору компании автобусный маршрут 33К продолжит регулярную перевозку пассажиров. Если прекратить работу старый перевозчик, чтобы не было разрывов между новым перевозчиком и не выпускались вообще никакие автобусы для передвижения жителей зеленых аллеек Ермолина и Видно, будет заключен временный договор с перевозчиком, который будет представлять эти услуги в течение 90 или 180 дней. Пассажиропоток в зеленых аллеях стабильно высокий. При заключении контракта будут учтены пожелания жителей увеличить количество автобусов и продлить рейсы до 10 часов вечера. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 80 лет назад прорыв блокадного кольца подарил жителям Ленинграда надежду на освобождение. В сквере «Юность» прошло открытие фотовыставки, которая отражает историю людей, стойко выдержавших тяжелые испытания. Сотрудниками историко-культурного центра была создана фотовыставка, отражающая тяжелое детство людей, прошедших через войну и голод. На ней представлены фотографии из фонда ИКЦ, музея библиотеки поселка Володарского, а также из личных архивов жителей округа. Архивные кадры с воспоминаниями людей сохранили в себе память о ленинградцах, которые, невзирая на страшные испытания, отстояли город. Когда ветераны видят себя на фотографии, а если рядом находятся их дети, их пробивают слезы. Они вспоминают свои былые годы, и это есть наглядным примером для их детей, внуков. Они полны гордостью за то, что мы показываем этот материал. Галина Федотова родилась в Ленинграде, и когда началась блокада города, ей было всего 7 лет. Сейчас у нее большая семья – дочери и внуки. Несмотря на ужасы, которые ей пришлось испытать в детстве, она улыбается и говорит, было тяжело, но сломить нас было невозможно. Мы, ленинградцы, очень такие упёртые, сильным духом, непадающим. И никогда не сдаёмся. Прошедшие через испытания в детстве свидетели тех страшных дней запомнили ужасы войны на всю жизнь. И сейчас для них особенно важно, что наши современники помнят и чтут подвиг ленинградцев. Живём мы неплохо, живём хорошо. Спасибо ещё раз говорю нашему Путину и нашей администрации, Совету ветеранов, которые о нас заботятся, беспокоятся. Ленинский городской округ оказывает поддержку Совету ветеранов. А также проекты служат напоминанием о том, что есть люди, подвигу которых мы обязаны жизнью. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Проект «Стихи живут повсюду» создан специалистами Видновского историко-культурного центра при поддержке телеканала Видное ТВ. В ходе него представители различных трудовых коллективов читают стихи советских и российских классиков. В очередном эпизоде и коллектив особый, и место, где декламируют стихотворение, весьма необычное. Наш коллега Владимир Гриневич хорошо известен в Ленинском городском округе. Он живет в Видном, работает видеооператором на Первом канале. За плечами Владимира сотни командировок по России и миру, откуда он привозит не только видеоматериалы, но и большое количество фотоснимков. В Видновском историко-культурном центре прошли четыре персональные выставки художника, посвященные в том числе и специальной военной операции. Я хочу, чтобы человек когда зашел, он увидел, что происходит там. Сейчас Владимир Гриневич вместе с коллегами находится в очередной командировке в зоне СВО. И там, в перерыве между съемками, они решили записать для проекта Видновского историко-культурного центра «Стихи живут повсюду» очередной эпизод стихотворения Анны Ахматовой. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубые лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чуду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздний оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Коллектив Видновского историко-культурного центра выражает глубокую признательность съемочной группе за участие в проекте. А мы хотим пожелать коллегам хороших кадров, острых репортажей и, самое главное, удачи и скорейшего возвращения домой. Максим Козлов, Наталья Замарина, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения из Видновской школы номер 7 напомнили воспитанникам детского сада «Радуга» о правильном поведении на дороге. Все подробности в сюжете Юлии Стаферовой. В царях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД провели занятия для воспитанников детского сада «Радуга». В этом году у нас основные мероприятия будут направлены на безопасность детей-пешеходов. Они будут проводиться в рамках пешеходных экскурсий, занятий по правилам дорожного движения именно с тематикой безопасного поведения детей на дороге. Обучение детей правилам дорожного движения – это вообще очень важно. Тем более, это пройдет для детей подготовительной группы. Дети, которые уже в ближайшем будущем пойдут в школу. И, конечно, им ориентироваться за территорией детского сада очень важно. Занятие проходило в игровой форме, так как маленьким детям будет проще усвоить и запомнить информацию. Ребятам загадывали загадки, рассказывали о значении дорожных знаков, объяснили, что играть на проезжей части нельзя, а также раздали памятные листовки и напомнили о ношении одежды со светоотражающими элементами. Помогали проводить урок участники из отряда юных инспекторов дорожного движения ВИДНОВской школы номер 7. Почему я согласился? Потому что это все-таки бравое дело, отважное – учить детей ПДД и разъяснять. Все-таки в нашей стране и, в принципе, любому человеку нужно учить правила дорожного движения. Дошкольники получили массу впечатлений от встречи. Мне больше всего понравилось ходить на лыжах. А еще что? Еще мне понравилось собирать дорожные знаки. Подобные мероприятия способствуют формированию у детей с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Начать субботнее утро можно с участия в первенстве Ленинского городского округа по лыжным гонкам. Регистрация на мероприятие с 9.30 утра. Старт в 10.00. Соревнования пройдут в парке Опаренки. В центре досуга Дроздова в деревне Картино пройдет турнир «Игры на столах». Всех любителей лото, шахмат и монополии ждут в субботу, 27 января в 14.00. На сцене Дворца культуры «Видное» 27 января премьера спектакля Народного театрального коллектива «Твит» 1925 года рождения. Начало в 16.00. В библиотеке поселка Дубровский в субботу состоится интерактивное мероприятие «Прорыв блокадного кольца», посвященное 80-летию снятия блокады Ленинграда. Начало в 16.00. А в воскресенье 28 января в библиотеке Новодрожжунов в 14.00 пройдет беседа в формате круглого стола в «Единстве наций. Дружба народа». Приглашаются все желающие. Проведите выходные интересно и с пользой. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова